Зоозащитники призывают власти начать изымать животных у владельцев, которые создают угрозу их жизни или жизни людей. На это их побудил недавний случай в столичном парке, когда питбуль без намордника напал на супружескую пару с двумя тойтерьерами. Он загрыз одного из них и ранил женщину, после чего ее муж застрелил агрессивную собаку. Хозяин питбуля скрылся. Зоозащитники из Ассоциации Гуманное общество запустили петицию с просьбой к Минюсту и парламенту внести изменения в законодательство. Штрафы за плохое обращение с животными есть, но они незначительны. Мы хотим, чтобы их повысили. Во-первых, чтобы можно было выносить запрет на срок от года до десяти на содержание животных, в зависимости от тяжести нарушения. В-третьих, изъятие животных у таких владельцев. Анастасия Козловски подчеркивает, цель не в том, чтобы отнимать питомцев, а в том, чтобы сделать их хозяев более ответственными. Они должны соблюдать элементарные правила – выгуливать собаку на поводке, в наморднике, гуманно с ней обращаться. С тем, что сейчас законодательство не позволяет принимать меры, которые могли бы уберечь питомцев от плохого обращения, а люди от опасности, соглашается главный специалист по защите животных мэрии Кишинева Карл Луганов. Давно нужно было внести такие положения в законодательство. Бывают случаи, когда люди содержат животных в ужасных условиях, мучают их. Мы, как представители мэрии, не можем забрать таких питомцев. Один из самых громких случаев произошел год назад в Дрокиевском районе, когда мужчина избил тягловую лошадь ногами и несколько раз ударил серпом. За это его оштрафовали на 3,5 тысячи леев. В соответствии с Уголовным кодексом максимальное наказание составляет до 37,5 тысяч леев штрафа или же лишение свободы на срок до трех лет. Выгул и проезд в общественном транспорте с агрессивными собаками без поводка и намордника карается штрафом до полутора тысяч леев. Отметим, что Молдова – единственное государство в регионе, не ратифицировавшее Европейскую конвенцию о защите домашних животных.